После вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года кредитные организации Украины прекратили работы на полуострове, оставив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. В 2015 году был принят закон, направленный на решение проблем с обязательствами заемщиков Крыма и Севастополя. Теперь же новый, доработанный документ позволит крымские властям полностью списать задолженности, размер которых не превышает 5 миллионов рублей. Чтобы заемщикам простили кредиты, нужно обратиться в Фонд защиты вкладчиков. По словам власти республики, данный законопроект затрагивает интересы 200 тысяч крымчан. Государственная Дума России приняла федеральный закон, разрешающий списание долгов жителей Крыма по кредитам украинских банков. Это знаковое событие, которое напрямую затрагивает интересы до 200 тысяч крымчан с учетом членов семей вкладчиков. После его вступления в силу будет оперативно принят республиканский закон, позволяющий полностью списать долги по кредитам до 5 миллионов рублей. В конце 2016 года российские компании приобрели у трех украинских банков долги крымчан на 1 миллиард рублей. Жители тут же забили тревогу и начали жаловаться на коллекторов. Данный законопроект обеспечивает максимальную защиту прав жителей республики. После того, как он вступит в силу, коллекторы не смогут взыскать долги и одновременно начнется прекращение исполнительных производств и снятие арестов, наложенных на имущество должников. В любом случае работа с задолженностью это с одной стороны высокодоходный для кого-то бизнес, а с другой стороны это бизнес, который влечет определенные риски. И в этом случае мы прекрасно понимаем, на чаше весов лежат интересы республики Крым и жизнь простого рядового жителя республики и доход той или иной структуры. Конечно, выбор здесь очевиден. В этом случае мы руководствуемся исключительно интересными жителями. Что же касается фонда защиты вкладчиков, то с новыми поправками он переходит под руководство республиканских властей. Это предоставит республике и Севастополю достаточно широкие полномочия и упростит процедуру списывания долгов. Ну это воля государства. Если прощают, пусть прощают. Почему нет? С долг у человека остался. Он должен его вернуть. Раз есть такая возможность, ну по блажке, скажем так, не вернуть его, ну это не совсем правильно. То есть другие люди тогда могут себя чувствовать, что можно набирать долги и не возвращать их. Ну как они издевались над нами, то можно и не платить им. Выплатить-то надо? Нет, не надо. Не надо? В украинский период то, что выбрали, платить не надо. Удивительно, чего я не взяла в тот период. Проститься с долговыми обязательствами также смогут крымчане, у которых долги превышают 5 миллионов. Это в основном юридические организации. Если заемщик выплатит хотя бы 20 процентов, власти смогут простить оставшуюся сумму. Мэри Бадунс, Петр Куц, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.